Блаженни, нищие духу, я в роте кредеса, зло небесное. Блаженни, нищие духу, я в роте кредеса, блаженни, нищие духу, я в роте кредеса, зло небесное. Блаженни, нищие духу, я в роте кредеса, блаженни, нищие духу, я в роте кредеса, зло небесное. В дне тяжелых испытаний очень важно помнить главное. А что главное? А вот что. Один человек, потерявший веру, как-то спросил у маленькой девочки, у ребенка. Я тебе дам апельсин, если ты мне покажешь, где Бог. На что услышал необычный ответ ребенка. И я дам вам апельсин, если вы покажете мне, где Бога нету. Посмотрите вокруг, что мы видим в нашей жизни. Абсурд. Мир целенаправленно уничтожает своих последователей и почитателей. А они вцепились в него, как сумасшедшие, и верят ему, как маньяки. А они продолжают доверять миру, своему собственному убийце. А вместо того, чтобы посвятить Богу свою жизнь, в панике пытаются любой ценой ее спасти. Никому и в голову не приходит стать монахом. А между тем, просто почитайте слово преподобного Никодима Святогорца на праздник святых отцов на святой горе Афонской, просиявших. Святой Никодим говорит, смотрите, почему отцы оставили свои имения, семьи, свою родину. И отправились на чужбину и собрались здесь, на святой горе. Да потому, что они поверили обетованию Пресвятой Богородицы, обещанию данному ей преподобному Петру. И мы также верим обещанию святого Нила Мироточивого, что пока иверская икона Пресвятой Богородицы пребывает на святой горе, никакая опасность не подстерегает монахов. Продолжение следует... 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 потому что она и есть подлинная игуменья святой горы она была окружена множеством монахов и переходила от монастыря к монастырю посещая усыпальнице кеметирианы и когда она заходила в каждую отдельную усыпальницу монастыря все монахи лежащие там воскресали она зашла сначала в кеметириан одного монастыря потом следующий следующий в пустыню и все монахи воскресали и вскоре все они оказались перед панагеи и увидел он вот что господа иисуса христа рядом с ним стояла пресвятая богородица а справа от них стояли все монахи воскресшие которые жили на святой горе и господь обратился пресвятой богородица мать и моя все эти монахи достойны стать одесной меня посмотри на их раны и язвы и болезни это они перенесли в подвигах ради меня а в это время все монахи находились страхи и трепеты понимая что происходит суд и пресвятая богородица ответила ну что ж они выполнили свое обещание оставили свои семьи свои имущества свою родину придется и мне выполнить свое обещание раз они пришли на святую гору и остались здесь ради меня да будет господи по глаголу твоему и послушник видевший это в трепете прибежал ночью к старцу разбудила его и сказал геронда я никогда и ни за что не покинул святую гору а